МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что интересует вас, интересно нам, в студии Тимофей Голев. Здравствуйте! Паводковый период сегодня в центре внимания. Что ждать с резким потеплением? К какому сценарию готовы спасатели и куда обращаться, если не пройти, не проехать? На вопросы ответит Шахикир Ахметов, начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Паводарской области. Шахик, добрый вечер, вам здравствуйте! Здравствуйте! Вот сегодня, по-моему, за последние дни, если я не ошибаюсь, подтвердить или нет, рекорд был, плюс 10 днем наблюдалось. О чем можем говорить? Резкое таяние снега началось. Да, у нас уже, можно сказать, по прогнозам КАЗ Гидромет, весна уже вступает в свои образы правления, скажем так. Зима уже отходит на второй план. Именно ночные минусовые температуры уже все у нас, получается, идет повышение именно ночных температур. То есть до плюс трех, плюс четырех где-то местами, а через неделю уже, соответственно, плюс 15, плюс 17, уже ночью это уже будет такая температура. То есть это говорит о том, что работы вам прибавилось. Уже прибавилось, скажите мне? Да, с учетом климатических условий в этом году осадков у нас выпало в два раза больше нормы, усугубляет еще промерзание грунта. То есть у нас есть места, где более двух метров земля промерзла. То есть, вы представляете, если налить стакан воды на стол, то куда она пойдет? Она будет искать свои ходы, а впитывать землю не будет. Помимо этого еще усугубляет ситуация и ледяная корка, которая образовалась на территории вот именно вот этих населенных, в районе населенных пунктов, в степной зоне. То есть тоже вкупе все это усугубляет ситуацию. И плюс получается у нас еще, как вы помните, в прошлом году до середины декабря у нас шли дожди. Земля у нас очень сильно улазнилась. После этого у нас пошли сильные морозы, все это замерзло. То есть именно с точки зрения погодных климатических условий у нас в этом году немножко сложнее ситуации, чем в сравнении с прошлым годом. Вот, дорогие друзья, прекрасно помню, да, вы в постах тоже указывали, где снег, а потом, когда он начал падать, говорили о том, он наконец-то есть. Если есть снег, вот в два раза даже больше нормы той, которая обычно среднегодично идет. Потопленные участки есть ли? Вот у нас есть рубрика «Мобильное приложение», которая выходит каждый день в новостях буквально, вот 15 минут назад она была в эфире. У нас только потопы. Люди отправляют частный сектор, люди отправляют пригородные села и прочее. Вот то, что мы видим по этим картинкам машины в лужах, у людей в огородах вода, можно ли это назвать потоплением? Ну, смотрите, у нас вот с учетом именно климатических условий, повышения температуры резкого, у нас плюс еще в купе где-то какие-то дожди прошли, сложная обстановка в населенных пунктах, скажем так, сложилась. Именно вот, допустим, если брать областной центр, у нас пригород, то есть, как и второй город Павлодар, это, соответственно, второй Павлодар, частный сектор, зеленострой, дачный. Вот у нас там немножко сложная ситуация была, если брать пригород, то это вот поселок Атамикен, поселок Железнодорожный, вот, город Аксу, микрорайонный Аксу, там возникли у нас сложные ситуации именно с образованием талых вод. Районный у нас Павлодарский район, это село Розовка, сейчас наши ребята совместно с Акиматом, местными исполнительными органами, дорожными службами проводят работу там по откачке талых вод. Вот район Теренколь, в целом у нас вот именно такая сложная ситуация вот в этих регионах. Вот Байнаульский район, были года, когда там дороги даже смывало, как там ситуация в этом году? В этом году Байнаульский район, там основную угрозу представляют именно две плотины Акжар-Каратука, которые расположены на территории Карагандинской области, это Бухаджарамском районе. В этом году мы совместно с местными исполнительными органами, органами прокуратуры совершали аэровизуальное обследование. Мы вот на той неделе летали туда, на эти плотины, побеседовали с местными специалистами. В этом году эти плотины заполнены около нормы, то есть тот процент, который необходим, максимальный такой критический, он в этом году не достигнет. Не достигнет, да. Сейчас у нас наблюдается прохождение Талых вод именно по Байнаульскому району, вдоль русла реки Ашису. Но это местная вода, получается, с гор, которая вот подтаяла, в принципе, она сейчас уйдет, каких-то угроз она не создает. Сейчас Байнаульский район идет чисто мониторинг у нас. Просто мониторинг. Ну и там в плюс, да, эта вода, то есть это увлажнение, потом уже почвы, опять же, растительности. Все-таки национальный парк, дорогие друзья, в пригороде Павлодара были ли факты и вот те села, которые вы называете, дополнительно прямо в дома, чтобы зашла вода? Ну, сказать, что да, были такие факты, что у нас придворовые территории потоплены где-то, хозяйственные постройки, да, именно. А так, чтобы вода зашла там, сказать, что прям... Ну, чтобы мебель плавала, такого нет? Нет, такого не было у нас, такие факты не поступали. Где-то были моменты, где действительно там вода заходила, буквально минут 10-15 там откачали воду, быстро, в целом оперативно отработали. Сейчас мы совместно с Акиматом в тесном работе находимся, именно круглые сутки. У нас развернут оперативный штаб в департаменте, как в департаменте областной, так и во всех регионах. Круглосуточно проводится мониторинг. Акимы сельских округов, наши специалисты, постоянно мониторят ситуации. Каждый час докладывают ситуацию, обстановку. Если где-то что-то происходит, какой-то критический уровень, то оперативно уже выезжаем. Сейчас у нас главная задача совместно с местными исполнительными органами – это уберечь дома. Это наша задача номер один. Если где-то возникают угрозы именно жилым домам, что вот вода может зайти, это у нас приоритет. Приоритет. Ну, контролируете, да? Техники достаточно? Техники достаточно. Она же не ваша, вот это санизаторы, машины, это все-таки коммунальные техники? Коммунальные, да. Подготовлены? Да, да. Это все готово. А людям куда обращаться, если вдруг идет потопление? Служба 109 есть. Туда можно звонить, заявки подавать. Акиматы, как акиматы районов, сельских округов. В крайнем случае уже, в крайнем случае, если там 112, 101, ну это крайний случай. Ну это в крайнем случае, дорогие друзья, запомните, пожалуйста, 109 мы с вами уже все вызвалили, сам лично тоже пользовался этой службой. Интересная служба, кстати, там потом еще обзваниваются. Ваша заявка удовлетворена, спрашивают или нет. Вот, кстати, я им сказал, говорю, спасибо, что перезвонили. Нет, и уже сам забыл, что обращался, к примеру. А вот уже 112, это уже когда ЧАЭС совсем, да, правильно, если вдруг, не дай бог, он произойдет. Есть, в общем, в службе ЧАЭС чем заниматься, да, поэтому просят беспокоить уже в самых экстренных случаях. А так, 109, пожалуйста, к вашим услугам, ваши акиматы местные. Они тоже, давайте разберем ситуацию. Это природа, снег, он обязан быть, он всегда есть в нашем регионе. Вы говорите, потопило там огороды, к примеру, и сельхозпостройки. Я хотел бы спросить, кто виноват? Снег винить не будем, это природа. Ведь говорили тоже жителям, я ни в коем случае никого сейчас не обвиняю, да, но вынесите этот снег. Свой снег растаял или все-таки переулки не почистили коммунальщики? Смотрите, вот в этом году местными исполнительными органами, по данным жилищно-коммунального хозяйства, со всей области, с населенного пункта, было вывезено больше миллиона кубометров снега. То есть это показатель очень хороший. В этом году мы совместно с акиматами проработали список населенных пунктов, именно отдаленных, где снег никогда в жизни не вывозился. Никогда в жизни. Даже вот... Впервые, да? Говорят, что в советское время там, да, вот как-то там все аккуратно там все было, все это чистили. Никогда в жизни там не убирали снег. В этом году мы, именно с учетом климатических условий, то, что мы знали, что вот будет такая угроза, мы совместно с акиматами вот проводили эту работу. В части того, что именно кто виноват, я бы не могу точно сказать именно, что вот там... Да, есть моменты, вот мы сейчас обезжаем, буквально вчера вот мы в поселок Атамикен выезжали, город Аксу, микрорайон Аксу, вот смотрели, наблюдали, и по водарским районам есть где-то снег и вот на территории самих жильцов. Вот он тает, соответственно, куда он... Ну, соответственно, вода. Сам дом в низине не находится. Естественно, этот же снег, эта вода пойдет к нему и влезет. То есть рекомендации уже, ладно, плюс 10 сегодня, ночные скоро уже до 15 будут. Уже растает почва, которая на 2 метра промерзла, тоже со временем растает. На будущий год какие рекомендации дадите жителям, чтобы избежать каких-то потоплений? В первую очередь это очистить свою придомовую территорию, вот. Позвонить в Акимат, у них графики есть свои по вывозу снега, они там прям четко... Если, к примеру, брать город по удару, у них там по графику строго улицы такие-то, такие-то будут. Поэтому они и сами оповещают где-то Акиматы. То есть тесно поработать именно с Акиматами, достучаться до них, что вот мы вывезли снег и сложить его перед своей территорией в зимний период. Это не весной надо делать, это зимой надо делать. И плюс, когда уже начинает подтаивать, уже где-то какие-то арыки сделать. Я сам в частном доме с родителями жил, поэтому не секрет. Где-то, конечно, эти моменты были, там где-то скапливалась вода. Соседями выходили вместе, арыки эти делали. И вне зимы по дороге, но все уходило. Никогда вода не заставилась. Ну, все-таки нужно подготовиться, нужно понимать, что и лето наступит, и осень наступит, и зима вновь наступит, и весна наступит. И мы с вами к этому же вернемся. Я хотел бы привет передать Акимату Иртышского района. Вот буквально на днях разговаривал с жительницей село Касколь, у них там есть в Иртышском районе. И люди сильно найти не могут. Вот поверьте себе, настолько до крыши сугробы сравнялись с сараями абсолютно. Ну, то есть настолько там задуло, я бы тоже попросил взять на особый контроль этот населенный пункт. Потому что если же там не помочь жителям, я просто не представляю, что будет. Сложная ситуация, местная жительница так вот нам тоже доложилась. То есть пункты эвакуации. Вот вы, спасатели, всегда метели, да, все это организовываете, и какие-то перекусы жителям, и путникам, кто выехал даже на закрытые, во время закрытия трасс. А вот во время паводкового периода есть ли пункты эвакуации? Да, не есть. Немножко расширю этот ответ. У нас, смотрите, на контроле находится 43 населенных пункта. Вообще именно, почему именно 43, это мы провели анализ многолетний, где когда-то у нас топило, где были случаи ЧАЭС. Плюс мы изучили рельеф местности. Есть у нас населенные пункты, к сожалению, которые расположены в низинах, именно по топографической карте. Мы все это изучали. Расположение такого села именно в низине. То есть он обречен, скажем так, при таянии. Оказалось, в воде, да? Да, исторически так сложилось, что люди там разместили, село, есть такие вот. Но 43 говорит, что именно все это талы. Нет, у нас получается 25 населенных пунктов, это вот при угрозе талых вод, которые вот рельефно-низменности степной расположены. 16, к примеру, у нас при попуске воды с водохранилища. То есть это вот Собайская область и Шульбинская водохранилища, которые вдоль поймы расположены населенные пункты. Плюс, к примеру, Шолоксор в Актугайском районе при попуске воды Селитинского водохранилища по реке Селитей тоже там угроза возникает. То есть мы вот эти населенные пункты взяли на контроль. Но с учетом того, что в этом году у нас, как уже говорил, сложные климатические условия, мы дополнительно с КАЗ, гидромет, местные исполнительные органы, дополнительно еще взяли 22 населенных пункта на особый контроль. То есть с учетом того, что... На всякий случай. Конечно, да, там особое внимание еще по этим населенным. Соответственно, у нас есть в этих, в каждых населенных пунктах пункты эвакуации. Рядом, то есть расположены населенные пункты, которые вот именно вблизи, мы все это высчитали. Там обеспечены первым необходимым, то есть питание, кровати, ложки. То есть то, что необходимо, в первую очередь, все это уже обеспечено. Заключены договора намерения на питание с организацией, мы это вот местные исполнительные органы заключили. То есть в экстренных ситуациях эти пункты уже готовы. Сколько этих пунктов? Количество? В этом году у нас 62 населенных вот этих пунктов эвакуации. О, ну достаточно вполне. То есть рассчитано практически, не практически, а на каждого человека, кроме домашнего скота, правильно же? Да. Скоро не эвакуируется? Да, то есть, ну, это опять же вот из-за климатических условий лучше запастись побольше, как бы, мало ли. А как эвакуация проходит? В зависимости тоже пооцениваете ситуацию? По воздуху проехать, проплыть, я не знаю, а как это все? У нас, к счастью, эвакуация до такого еще не доходила. Если вдруг вы же просматриваете. Да, ну вот, если, допустим, по республике брать, сейчас вот вы, наверное, видели, там в СМИ ходят ролики в Костанайской области, там, допустим, людей вертолетом прямо с крыши домов снимают и вывозят на безопасное расстояние. То есть где-то, где техника, там, трекл, сложно проходимая такая техника, она где-то проезжает, то есть эвакуация проводится. В целом техника есть. У вас достаточно техники. А вот амфибии есть, автомобили вот эти, которые могут и ездить, и плавать? Есть у нас на вооружении, да, получается, они передислоцированы, то есть запад, север, юг, восток, то есть чтобы было оперативное направление. Вот сам наш гость сегодня, а у нас начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента ПЧС Павдарской области, Шакир Ахметов, вот он сам приводит примеры, что творится в стране. Вы только один регион назвали, а на самом деле это просто ахабай где-то ситуация. Вот же у нас Абайская область, тут здесь буквально тоже под боком, там плавают люди. Вчера Акимова, одного из городов Казахстана, выговор, простите меня за слово, влепили за то, что люди тоже практически под воду ушли. Как вы оцениваете, если вот взять ситуацию в стране, прошу прощения, и ситуацию в нашей Павдарской области? Нам повезло больше? Я бы даже сказал, не сколько повезло, сколько то, что мы готовились к этому, где-то каким-то моментом. Да, мы в этом году очень серьезно подошли, и вот именно Акиматы, основная доля, приходится именно на работу Акимат. Как Акиматы отработают, так и в принципе основная работа. А мы наготовим, в случае чего? Да, мы соответственно где-то координируем. Я не говорю, что у нас прям идеально все. Есть какие-то моменты, да, где-то там, но они не настолько критичны, чтобы там, допустим, объявлять ЧС. То есть если бы была эвакуация, значит поработали совсем плохо. Раз эвакуация нет, значит под контролем. Как в школе в свое время, по пятибалльной шкале, Акиматам на местах, какую оценку дадим? Не скромничайте, пожалуйста. Ну, оценку 4. На 4, ну и нормально, молодцы, вполне себе. Вот такая история у нас сегодня и беседа состоялась в Павдарской области, как наш гость утверждает. Ситуация под контролем, ну и вы, дорогие друзья, тоже понимаете, это природа, риск, таяние снега, все, что угодно может произойти. Если вдруг вода заходит в ваш частный дом, не забудьте, 109, это областный, и там всего лишь три цифры, это областной колл-центр, пожалуйста, экстренно туда обращайтесь. Ну и в самых таких, не дай бог, аховых ситуациях, 112, эту цифру мы тоже все с вами прекрасно помним. Если в сантиметрах или в метрах толщина снега какая, до валки газгидромет? Вот тоже в конкретный момент. Если я привожу пока, сколько там до крыш сараев, ну сколько там, 2 метра? У нас где-то, сейчас я вам скажу. Пожалуйста. Вот так, количество выпавших осадков, ну где-то она достигала 15 сантиметров, то есть снег, но в этом году именно высота снежного покрова ниже, чем в прошлом году, по идее. Да, вот такой… Снега больше, но ниже, что уплотнился, да? Да, но проблема в чем? В том, что этот снег, он больше насыщен в 2,5 раза влагой, чем, допустим, в прошлом году этот снег. То есть он, если начнет таять, в нем больше воды будет. Вот в чем проблема. Особенность, ну это физика, да? Особенность, особенность снега получается. Особенность снега, но особенность зимы, которую мы с вами пережили. Перед самым Новым годом нас зима порадовала снегом, которого не было практически, да, там до самого декабря. И потом это все замерзало морозы за 40 градусов, потом плюсовая температура была. Конечно, это усложнялось. Я сам такой же человек, хожу по городу, хожу во дворе и вижу, что вот на сегодня, допустим, вчера вечером я наблюдал просто невероятную корку льда, которая как зеркало, как стекло тебя просто держит. Вот такая вот ситуация. Поэтому сил, терпения, дай бог, чтобы весенний период паводков в Павлодарской области прошел благополучно. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. Пересмотреть программу вы можете на сайте erbestv.kz в разделе программы за 28 марта. Интересно знать. Нашему гостю, Шакиру Ахметову, руководителю управления предупреждения ЧС, ДЧС Павлодарской области, спасибо вам за комментарий, который мы сегодня дали. Верим, верим, что ситуация под контролем. Всего доброго. Спасибо. Вот и закончилась наша программа. Встретимся ровно через неделю, в четверг на телеканале Ирбис. Будет интересно. Мы планируем пригласить Павлодар Энергом нашу программу. Там они разъяснят нам, какие заявки на повышение тарифов они подали и с чем это связано. Вам спокойной ночи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»